Восемь человек на улице 6-я линия 48 остались без крыши над головой. От дома в 200 квадратных метров остались только стены, да и те повреждены огнем. Дом в буквальном смысле слова выгорел полностью. По словам хозяйки Татьяны Никитиной, пожар начался на кухне ее сына, когда все уже спали. Вот здесь жил мой сын. Прибежал и говорит, мама, у нас пожар. А что случилось? Как взорвется что-то? Мы не знаем, что взорвалось. И вот весь дом сгорел. И пошел поехал по крышам. А что случилось? Откуда мы знаем девушку? Он спал. Спасибо, соседи окно выбили. И он вылез в окошко. А если бы не вылез, то бы и загорел. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0 часов 12 минут. Как утверждают очевидцы, приехали пожарные достаточно быстро. По счастливой случайности во время пожара никто не пострадал. Всех удалось вывезти на улицу вовремя. Среди взрослых в доме находились двое детей. Младшему исполнилось всего полгода. Соседи, в доме которых тоже находились дети, переживали, что огонь перекинется на их дома. И такая вероятность была. Пламя было сильным. Мы боялись, что перекинется на нас, потому что у нас дома тоже свои маленькие дети. Все начали тут соседи, все суетиться. Пожарные не могли открыть гидранты. Они не могли найти их, открыть. Была проблема с этим. Мы пожарные уехали в начале 6-го. Там стоял, дежурил мой муж, дедушка наш. Чтобы не давали перекинуться сюда. Но пожарные приложили все свои усилия. По информации, выложенной в интернете, на пожар были направлены 5 автомобилей. Но очевидцы уверяют, машин было больше. Татьяна с мужем прожила в этом доме 40 лет. В остальных квартирах жили родственники. Четыре семьи бок о бок строили свой быт, о котором теперь напоминает разве что выгоревший полностью холодильник и стиральная машинка, за которую до сих пор нужно выплачивать кредит. Татьяна помнит эту ночь смутно. Ей стало плохо и пришлось вызывать скорую. Сейчас они с мужем живут у соседей. Остальные у родственников или друзей. Женщина признается, что теперь будут делать, не знает. Радует только то, что все остались живы.